В эфире информационная программа «День» в студии Илья Захаров. Здравствуйте! В начале коротко о главных темах к этому часу. Подсчитывают убытки и ищут виновных. Почти 300 гектаров пшеницы сгорели сегодня в Новоселецком районе. Кадровые перемены в СКФО. Назначен новый полпред на Северном Кавказе. 20 лет проблемы с водой. В станице Беломечетское ждут запуск водовода. Фонтаны в виде кубиков, изящные скульптуры и архитектурная жемчужина. Города КМВ обновят за счет курортного сбора. Еще не замужем, но знают, как покорить сердце избранника. Конкурс «Ты уникальная невеста» выходит на финишную прямую. Около 300 гектаров пшеницы сгорели сегодня в Новоселецком районе. Сообщение о пожаре поступило около 11 утра. Огонь локализовали, провели опашку. Сейчас сельхозпроизводители подсчитывают убытки, а правоохранительные органы ищут виновных. Между тем, загорелось не только это поле. Около 4 часов дня сообщили о возгорании рядом с селом Журавским. На месте работает наш корреспондент Кира Рогожина. Мы находимся на поле рядом с селом Новоселецкое. Сегодня здесь выгорело почти 300 гектаров озимой пшеницы. Сообщение о возгорании пришло на пульт единой диспетчерской службы около 12 часов дня. Сразу же на место прибыли пожарные расчеты. Около 2 часов потребовалось пожарным, чтобы локализовать возгорание. Огонь потушили, провели опашку клеток, чтобы пламя не распространилось на соседние территории. На место ЧП прибыли представители районной администрации и министр сельского хозяйства края Владимир Ситников. И вот что они сказали по поводу сегодняшнего ЧП. Нам важно сейчас провести беспрезидентное расследование, важно установить причину, и в любом случае виновные должны нести наказание здесь. От пожара пострадали фермерские поля, а также территории сельхозпредприятия свободный труд. Беспредел называется, на другом языке называется беспредел. Который, ну он не только экономическую часть разрушает, он и морально уничтожает. Просто вот когда ты ее выхаживаешь до готового состояния, и когда ты сталкиваешься с таким явлением, это страх. Это, наверное, равносильно, что человека убить. Вот то, что вот это сегодня мы наблюдаем. Все это, конечно, происходит, а чего происходит? Я думаю, что по бесхозяйственности и только. А почему? Потому что вообще сегодня категорически этим желательно не заниматься. Хотя это у нас были раньше системы в этом плане. Но сегодня времена меняются, и очень правильно. Я всегда был сторонник того, чтобы ни в коем случае стерня не сжигалась, а именно использовалась как потенциал для дальнейшей продуктивности земли. Но когда, если есть человек, болеет этим, и его невозможно отучить, ну хотя бы, извините за выражение, это животное подумало, что сегодня почти 40 градусов температура. Ветер восточный сильнейший. Тут не то, что там выжигать, а наоборот, надо сделать все, чтобы этого не произошло. Ну и тем не менее произошло. Что произошло на самом деле, я точно не знаю. Я подъехал, когда уже это было все в разогаре, а тут горело все. Мне казалось, горит вся земля. То есть, ну, огонь был под провода высоковольтных линий. Материальный ущерб еще предстоит посчитать. Район только вошел в уборочную кампанию. Колос на полях полностью не созрел. Поэтому точно спрогнозировать урожайность достаточно сложно. Но, по словам специалистов, она ожидалась около 60 центнеров с гектара. Версий причин пожара несколько. Это и возгорание стерни, и неумышленный поджог. Точную предстоит определить специалистам. Между тем, несколько часов назад стало известно о пожаре на поле рядом с селом Журавское. Там выгорело 5 гектаров стерни. Причину возгорания также предстоит определять специалистам. Кира Рогожина, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение, Новоселецкий городской. В Северокавказском федеральном округе назначен новый полпредпрезидента. Им стал Александр Матовников. На этом посту он сменил Олега Беловенцева. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Сегодня документ был опубликован на официальном сайте Кремля. Генерал-майор Матовников родился 19 сентября 1965 года. В 1982-м поступил на службу в группу «Альфа». Принимал участие в нескольких спецоперациях, в том числе на Северном Кавказе. В Министерстве обороны занимал пост заместителя командира сил специальных операций. Принимал участие в военной операции России в Сирии. Депутаты Госдумы от Ставрополья поддержат интересы края при формировании национальных проектов. Об этом говорили сегодня на встрече губернатора Владимира Владимирова с парламентариями, представляющими наш край. Звучало, из бюджета страны в ближайшие 6 лет планируется направить в регионы порядка 8 триллионов рублей в рамках 11 национальных проектов. Необходимо приложить все усилия, чтобы Ставрополье было широко представлено во всех программах, подчеркнул губернатор. Также говорили о развитии сети водоснабжения в регионе. Например, о возможности включения в федеральную инвестиционную программу проекта межпоселкового водопровода в Новоалександровском районе. Обсудили и тему детского отдыха. Прозвучавшие в ходе рабочей встречи предложения нашли поддержку у федеральных депутатов. Остается у нас территория, которая, к сожалению, сегодня не обеспечена стерилизованным водоснабжением. Но вот мы долго обсуждаем Новоалександровское. Я могу сказать, что в этом году мы 300 миллионов выделили на водоснабжение. А чтобы в Новоалександровском соединить водовод, нам только для него нужно 360 миллионов. Для одной. А у нас еще есть Сергий, есть ЮЦА. Поэтому, конечно же, программа водоснабжения должна быть принята на федеральном уровне. Ставропольский хлеб стал лучшим в России. Роскачество совместно с Минпромторгом страны подвело итоги всероссийского исследования качества хлеба, которое запустили в июле прошлого года. Эксперты изучили 176 брендов хлеба 62 регионов всех федеральных округов. В лучших лабораториях страны хлеб исследовали по 50 показателям качества и безопасности. Абсолютными лидерами по количеству высококачественного хлеба стали Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области. Также отличились в Тамбовской, Ленинградской, Владимирской и Челябинских областях. А еще в Краснодарском крае. Замыкает топ лидеров Ростов, Пермь и Санкт-Петербург. Тем временем в крае продолжается уборочная страда. Ставропольские хлеборобы собрали первый миллион тонн зерна. Аграрии обработали уже почти 16% посевных площадей. Окончить жатву планируют за 14-18 дней. Готовы инвестировать в глубокую переработку зерна и овощей. На Ставрополье прибыла делегация инвесторов из Китайской Народной Республики во главе с руководителем международной корпорации «Баллонг». Их принял первый зампред правительства края Николай Великдань. Основные направления сотрудничества Ставропольского края с Китайской Народной Республикой это в первую очередь, как я сказал, прямые поставки сельскохозяйственной продукции. Как животноводческая, так и городневодческая. Ну и, конечно, привлечение инвестиций в сегменте глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Представители китайской делегации обозначили свой интерес в импорте Ставропольской продукции, особенно зерновой. Поставки хотят наладить через свободный порт Циндао, который был создан специально для продвижения качественной международной сельскохозяйственной продукции на рынок Китая. Первое, мы знаем, что у вас регион очень развитый по сельскому хозяйству, поэтому у нас есть серьезный план закупить отсюда большое количество качественных продуктов сельскохозяйственной. О женском подвиге говорили сегодня в Краевой Думе. Там прошел торжественный прием вдов-защитников Отечества. Слова благодарности от краевых парламентариев и общественников прозвучали в адрес женщин, которые выбрали непростой путь. Они связали свою жизнь с мужчинами, выполняющими государственный долг. Такой прием проводят уже в седьмой раз. Он приурочен к Международному дню вдов, установленному Генеральной Ассамблеей ООН. Первый Международный день вдов в мире отметили в 2011 году. По информации ООН, на планете насчитывается около 250 миллионов женщин, потерявших мужей. Когда все это случилось, мне было 11 лет, я была ребенком. Я не могла понять, что случилось, что произошло до конца. И все заботы в этот момент упали на мою мамочку. Она осталась одна с двумя детьми. И теперь, спустя 10 лет, я понимаю, какой огромный труд она проделала, какую огромную работу совершила, чтобы воспитать меня и брата. Насколько это важно, настолько существует вся история нашей страны. И тысячу лет назад были вдовы, и 500 лет назад, и сейчас погибают наши земляки. И вперед, ничего у нас не светит, никакого мира. Всегда мы будем воевать, и всегда будут вдовы, и всегда надо их поддерживать, потому что члены нашего общества, это дети, внуки погибших офицеров и солдат. 20 лет без водопроводной воды. В станице Беломичетской местные жители с нетерпением ждут, когда запустят новый водовод. Ход работ на столь важном объекте проинспектировала вице-спикер Госдумы страны Ольга Тимофеева. Когда в кранах станичников появится живительная влага, выясняла Ампалина Горина. Колодцы, насосы, ведра и бутылки в Беломичетской – это незаменимые атрибуты любого станичника. Без них единственный источник воды в населенном пункте, протекающий недалеко река Кубань. Две с половиной тысячи жителей, и я была в шоке, когда я видела, когда люди заглядывали в колодцы, техническую воздух они приводили. Это действительно такая шоковая ситуация. Мы в 21 веке, а воды реально нет. Возведение водопровода тут можно смело называть стройкой века. Иногда так говорят и сами станичники. За безмалого 20 лет в Беломичетской научились добывать воду. Для готовки привозная, чистая, а для хозяйственных нужд вырыли колодцы. Открываем бассейн. Но прежде чем набрать воды, надо нам с Кубани нанять машину, водовозку и привезти сюда. Мне 29 лет водопровода в станице Беломичетской не помню. Мы всегда жили с водопроводом из бассейна, насосные станции и вся тому подобная инфраструктура. Ну конечно, вода, которая привозится, она в принципе не соответствует ГОСТам. Это самая главная у нее проблема. Если у нас на сегодняшний день бочка 400 рублей стоит, это 4 куба. То есть один куб воды стоит, грубо говоря, 100 рублей. 40% работ на этом нужном и очень важном объекте уже выполнено. Готова насосная станция. К сентябрю заработают очистные сооружения. А к декабрю по улицам станицы Беломичетской уже будут проложены новые трубы. Ход строительства федеральный депутат Ольга Тимофеева проверила лично. Затем встретилась со станичниками. Рассказала, когда по новеньким трубам, которые уже прокладываются вдоль улиц Беломичетской, потечет вода. Моя задача – это тотальный контроль каждой бюджетной копейки. Мы подводим воду к селу, а разведения по улицам не было. И сегодня край дал дополнительные деньги к большому федеральному траншу. И мы до конца года еще подведем и на улице воду. Общая стоимость работ – 110 миллионов рублей. Из них 80 – из федерального бюджета, а 30 – из региональной казны. Беломичетская – не единственный населенный пункт в районе без водопровода. 8 лет назад 26 населенных пунктов было без воды вообще. То, о чем вы сейчас спрашиваете, как привозили. Бассейн привозили, наливали, очищали, отстаивали. Использовали в хозяйственных и питьевых нуждах. Сегодня в 9 только населенных пунктах нет водоснабжения. Вот как одно из решений, это будет в 8 теперь останется. В Беломичетской этой зимы и ввода водопровода в строй ждут, пока еще не до конца осознавая, что скоро можно будет забыть о набранных прозапас в ведрах и не беспокоиться, о полон ли колодец. Ну как без воды? Представьте, мы столько лет без воды. Мне даже сейчас не верится, что у нас может это быть. Ну не верится, мне кажется, это еще не для нас. Полина Горина, Иван Филиянов, Ставропольское телевидение. По ямам и ухабам с убитыми дорогами в крае продолжают бороться и краевые депутаты. На этот раз они отправились в рейд в Кочубеевский район. Качество дорог проинспектировала и Александр Бокалюк. Проблема эта комплексная, решать ее надо в комплексе. Основная беда и проблема в том, что на момент строительства, а это были 50-60-е годы, это были совершенно иные нагрузки на ось, и это были совершенно иные конструктивы дорожных одежд, которые брались в расчет. Через Кочубеевский район проходят дороги федерального, регионального и местного значения. Власти делают акцент на последние два типа, ведь сама большая нагрузка падает именно на них. В районе повышенный трафик грузоперевозок. Оттого дорожное полотно изнашивается в разы быстрее. Облегченным ремонтом не обойтись. Требуется капитальный. Проблема существует давно, с 2005 года, когда начали карьеры открываться, когда дорога хорошая стала. А с 2005 года. Такая ситуация в селе Балахоновском. Асфальтированная дорога тут с прошлого века всего одна. Соединяется Тавропольский край, Карачаево-Черкесию и Краснодарский край. Рядом с селом пять действующих карьеров. По подсчетам местных жителей, тонары тут проезжают с периодичностью 30 машин за три часа. Хотя для них сделали насыпную гравийную дорогу в объезд Балахоновского. Однако даже ограничивающий проезд, весовой знак, не останавливает их проезжать через село. А ведь нагрузка на дорогу высокая. Это трафик фактически трех субъектов. Хутор Стародворцовский. Один из многих населенных пунктов, так нуждающихся в ремонте дорог. Кстати, она к нему ведет единственное через вот этот мост. Сейчас сезон засухи, река под ним в пересохшем состоянии. Но как только начнется сезон дождей, жители Стародворцовского могут попросту остаться оторванными от мира. Мост есть вероятность, что смоет. И такие плачевные дорожные истории в Кочубеевском районе практически в каждом населенном пункте. Мосты требуют укрепления и реконструкции, дороги капитального ремонта. Ространснадзор будет разрабатывать их новые проекты. А сотрудники Краевого ГИБДД следить за нагрузкой на дороги. После вот такой экскурсии по ямам и кочкам в администрации прошло выездное совещание. Нельзя ли, уважаемые депутаты Краевой Думы, посмотреть вопрос и вернуть нам наши дорожные фонды поселенческого уровня? Тот транспортный налог, который у нас был 10%, он был несколько лет. Мы его собирали, это было хорошее подспорье. Поднимались и другие вопросы. В их числе и о том, что не всегда получается попадать в краевые программы. Поступали просьбы вернуть дорожные сельские фонды. Однако есть и хорошие новости. До конца 2018 года из дорожного фонда выделено порядка 8 миллиардов рублей на ремонт Ставропольских дорог. Александра Бакалюк, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Продолжаем выпуск. На деньги курортного сбора обновят парки и аллеи в городах-курортах. Что конкретно будет сделано, какие улицы преобразятся, обсудили депутаты Краевой Думы в Пятигорске. При этом не обошлось без споров в рядах самих депутатов. Вадим Москаленко одним из первых узнал, что ждет курорты Кавминвод. Первые миллионы от курортного сбора в казне. А значит, время планировать, куда они пойдут. Власти курортов Пятигорска, Кисловодска, Железноводска и Сентуков презентуют проекты. Депутаты не совсем согласны. К примеру, просят бережнее относиться к строительным элементам, которые уже стали исторической ценностью. К слову, так будет выглядеть бульвар в Есентуках около парка. Фонтаны в виде кубиков, колоннада и, главное, архитектурная жемчужина среди всего этого. Обновятый парк «Цветник» в Пятигорске. Здесь уже продуманы изысканные фонари, цветочные клумбы, изящные скульптуры. Но не на все объекты есть нужная документация, заметили депутаты. Проекты и сметы нужно срочно подготовить. Ответственны за это муниципальные власти и Министерство по курортам и туризму. Они обязаны делать все так, чтобы к этому вопросов не возникало ни у кого. Рационально использовать выделенные средства, своевременно реализовать программы утвержденные. В целом эксперимент идет по плану. Ставрополье в числе трех регионов, где с этого года ввели курортный сбор. Туристы оплачивают его прямо в санаториях. Это 50 рублей с человека за один день отдыха. Из всех субъектов Российской Федерации, которые принимают участие в этом эксперименте, мы, пожалуй, продвинулись дальше всех. Сделано на сегодняшний день больше всего работы. И понятно, та цифра, которую на сегодня мы уже собрали. Я могу ее озвучить. Это за май месяц, напомню, что это первый месяц проведения эксперимента, мы собрали порядка 15 миллионов и 15,4 миллиона рублей. Строители зайдут в парки уже в ближайшее время. До конца года курортный сбор должен принести региону 181 миллион рублей. Все эти деньги уже в 2018-м потратят на благоустройство городов-курортов. Вадим Маскаленко, Виктория Шкальная, Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение из Пятигорска. Ставропольские невесты знают, чем покорить своего мужчину. Региональный этап проекта «Ты уникальная невеста» выходит на финишную прямую. Уже в пятницу девушек ждут финальные испытания, а пока мастер-классы от стилистов, кулинаров, фитнес-тренеров и даже ювелиров. О ярких буднях уникальных Ставропольских невест наш сюжет. Познавать секреты семейной жизни не так и сложно. Это решили доказать организаторы конкурса «Ты уникальная невеста». 30 участниц узнают о том, как стать идеальной женой и матерью. И все это без учебных пособий. Проект приближается к финишной прямой. А это значит, конкурсантки должны успеть изучить все по максимуму. Девушки уже выходят на финишную прямую. Они дорепетируют свои финальные номера. Это будет все в формате мюзикла. То есть шоу-программа говорит сама за себя. Все будут приятно удивлены. Ради эффектного финала и уникальных знаний Татьяна на время забросила работу. Девушка твердо намерена построить крепкую семью и упорно работает над собой. Для меня это что-то новое, что-то невероятное. Я получаю от этого кучу невероятных эмоций. Мне очень нравится. Я даже не представляю, что будет после конкурса. Потому что настолько насыщенные вообще дни. Настолько все классно, девчонки. Я надеюсь, что мы будем после конкурса общаться. За полтора месяца девушки прошли десятки мастер-классов по психологии, имиджу, правильному питанию. А последний выходной перед финалом конкурсантки и партнеры проекта провели на солнечном пляже. В компании профессиональных фотографов и фитнес-тренеров. Настоящим антидепрессантом перед напряженной неделей стала зажигательная танцевальная тренировка. Зумба – это спортивная дискотека, которая позволяет не только приобрести великолепную форму, но и зарядиться положительными эмоциями. Конечно, при участии профессионального тренера. После девушек ожидала функциональная тренировка от персонального тренера мастера спорта по легкой атлетике. Занятие длилось всего 20 минут, но невесты прочувствовали буквально каждую мышцу. Мы часто принимаем участие в мастер-классах подобного масштаба. Девушки в этом проекте отличились своей уникальностью, своей формой. Они действительно бесподобны. Желаем им огромной удачи, заряда энергии, бодрости и только вперед. Уже 29 июня в финале девушки примут участие в масштабном танцевальном шоу. Любой желающий может стать свидетелем яркого завершения проекта. Ведь помимо ценных призов от партнеров конкурса, победительница получит право представить Ставрополь на всероссийском этапе, где призовой фонд составляет 1 миллион рублей. Анастасия Ивановская, Ставропольское телевидение. К другим темам. Сегодня Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. Ставрополь присоединился к пропаганде здорового образа жизни. В Парке Победы прошла массовая антинаркотическая акция. С подробностями Яна Лукошкина. Искусство, спорт и здоровый образ жизни вместо наркотиков. В Ставропольском парке Победы провели антинаркотическую акцию «Солнце внутри нас». Стартовала она за бегом, после концерт. Главная цель мероприятия на свежем воздухе – показать, жизнь без наркотиков интересная и яркая. Благодаря той молодежи, которая на сцене, вокруг сцены, которая танцует, то есть занимается танцами, которая занимается спортом, которая живет эту жизнь интересно, продуктивно, полезно, с перспективой. И показывать, что надо жить вот так, посолнечно, красиво. Акция собрала большое количество участников и зрителей. На концерт приходили целыми семьями. Лучше не гулять по двородням, а заниматься спортом. И детей приучаю к этому, и сама с трех лет танцую. Для ребенка такие мероприятия зачем? Почему приучать ребенка? Потому что наркотики – это плохо. В первую очередь только об этом. Проблема наркомании набирает масштабы. Только на Ставрополье сегодня официально зарегистрировано почти 10 тысяч человек, употребляющих наркотические и психотропные препараты. В случае, когда дети впервые обращаются к наркотикам, участились. К сожалению, употребление несовершеннолетними и подростками увеличилось, хотя и не в значительных количествах. Увеличилось количество употребления, даже не увеличилось, а отмечается употребление новых синтетических веществ, которые приводят к необратимым последствиям организма. Яна Лукошкина, Кира Рогожина, Иван Фильянов, Ставропольское телевидение. За развитием событий на Ставрополье можно следить на нашем сайте stv24.tv. А у меня новостей больше нет. Всего доброго и до встречи на своем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»